Из-за равнодушия чиновников, одесситы, проживающие в доме номер 41-4 по улице Решильевской, остались без крыши над головой. Вот так на сегодняшний день выглядит дом номер 41 по улице Решильевской. И здесь живут люди. Когда-то это был нормальный двухэтажный дом с незначительными проблемами. Но на горизонте появился некий гражданин, который решил, что он всесилен. Со слов горожан, этот господин обманным путем завладел квартирой на втором этаже и в коммерческих целях начал достраивать третий. Я здесь живу 70 лет в этом доме. Такого беспредела я еще не видел. Все началось с того, что появился здесь гражданин Корсак Михаил Викторович и заявил, что он будет нам сносить крышу и якобы его горизполком уполномочил построить новую крышу. И выделил ему якобы 200 тысяч гривен на эти работы. Но все оказалось ложью и фальшью. Это был аферист. И он, значит, снес крышу. Но вместо того, чтобы сделать новую крышу, он начал строить третий этаж. Построил третий этаж. Мы пожаловались на правительственную горячую линию. После того, как жильцы пожаловались на горячую линию в Киев, пристройку демонтировали, захламив весь двор строительными материалами, мусором и прочим. Но это не самое страшное. Беда в том, что люди остались без крыши над головой. Пять месяцев мы живем без крыши. У нас в комнате нет потолка. У нас полностью потолок. Там дождь, снег был, мороз. И вот мы куда не обращаемся, нам никто ничем не помогает. Если объективно, то здесь страшно ходить. О том, что жить, и речи не идет. В подъезде стоит вода, стены разбухли от сырости, ступеньки поломаны. Вот это наша парадная. Во что он ее превратил? Ступеньки. Ступеньки почти все разбиты. Стены все заляпаны, разбиты. Вот потолок. Что он сделал с потолком? Вода течет прямо на нашу входную дверь. Заливает. Дверь разбухла. Невозможно открыть ее. Полностью вода на балконе. Полностью вода на лестнице. И вот такой... Видите, что полиция здесь на ступеньках, на лестнице. Так же жить просто невозможно. Это беспредел какой-то творится. В квартирах ситуация не лучше, так как и там крыши нет. Как быть и куда идти горожанам, непонятно. Ведь везде, куда бы они ни обращались, их попросту игнорируют. Городская власть проблемы не замечает.